Как сообщили в Управлении таможенного контроля по Павлодарской области, за истекший период 2017 года регион импортировал продукцию на 308 миллионов долларов. Объем уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13 процентов. Экспорт, наоборот, вырос вдвое и составил 1 миллиард 240 миллионов долларов. В связи с тем, что Павлодарская область является промышленным регионом, основная доля импорта преобладает следующим видом товаров. Это оборудование и механические устройства. Вторая – это электронная масса, которую получает АЗФ для производства ферросклав. Кокс также получает, основная масса идет кокса на импорт. Также получает аксульский эксплуатный завод. Тлектест Туситаев также сообщил, что в апреле текущего года завершился этап подписания договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. В настоящее время страны проводят внутригосударственные процедуры, предшествующие ратификации документа. Он предусматривает переход на электронный документ оборот. Перемещение товаров в этой связи будет значительно упрощено. Также будут ускорены таможенные операции. В новом кодексе срок выпуска товаров через границу не должен превышать 4 часа. Таможенный кодекс ЕС повысит уровень унификации и согласованности с таможенной регулированием в союзе. Многие процессы будут автоматизированы, то есть будут в электронном варианте. После вступления в силу таможенного кодекса ожидается значительное улучшение бизнес-климата на территории ЕС. Новый таможенный кодекс вступит в силу с 1 января 2018 года. Пока же всем участникам внешнеэкономической деятельности необходимо ознакомиться с изменениями, чтобы быть готовыми к работе в новых условиях.